Я вас приветствую на канале для фотолюбителей. Меня зовут Гурьянов Дмитрий и сегодня я расскажу про особенности съемки таймлапсов на Canon RP. Есть два способа это сделать. Первый способ это воспользоваться интервальным таймером и в этом случае камера просто делает серию снимков. И потом вам надо самостоятельно их склеить в видео файл. Поэтому во-первых у вас есть возможность снимать в RAW и после этого сделать более качественную цветокоррекцию. Но при этом вам надо заморачиваться с тем чтобы все это склеивать. И к тому же на Canon RP например нет возможности включить электронный затвор. Так что на каждый кадр вашего таймлапса будет срабатывать механический затвор и его ресурса в 150 тысяч срабатываний хватит всего лишь на полтора часа таймлапса. Вот как это примерно выглядит. В раздел съемки шестая вкладка и здесь включаем интервальный таймер. Нажав на кнопку инфо можно подправить параметры. Здесь интервал между снимками и количество снимков. Так максимальное количество снимков 99, но если мы выбираем 0, то камера будет снимать бесконечно. Нажимаем ОК, выходим и нажав на кнопку спуска затвора начинается съемка. Камера делает кадр каждые 3 секунды и чтобы остановить ее надо несколько раз нажать на кнопку записи видео. Ну и в общем во время съемки можно менять любые параметры. Даже можно переключить режим съемки, камера продолжит снимать и не остановится. И второй способ это снимать таймлапс прямо в видео файл. В этом случае из минусов то, что вам во время съемки прямо придется настроить все параметры конвертации. Но из плюсов, что в этом случае используется электронный затвор и поэтому ресурс механического затвора не расходуется. И при этом это гораздо проще, потому что вам не надо все это самостоятельно обрабатывать и склеивать в видео файл. Еще один небольшой минус то, что в этом режиме есть странное ограничение в 3600 кадров или 2 минуты таймлапса. В этом режиме надо зайти в меню и на второй вкладке выбрать пункт таймлапс муви. И здесь есть либо 3 предустановленных режима, для которых можно слегка менять параметры съемки, параметры интервала и количество снимков. Либо можно выбрать пункт кастом, в котором параметры интервала и количество снимков можно задавать в более широких пределах. Ну допустим поставим интервал в 2 секунды и количество снимков не будем его восстанавливать. Вот ограничение, про которое я говорил, 3600 кадров. То есть на 1000 можно выбрать максимум 3 и здесь максимум можно выбрать цифру 6. Остальные две цифры сбрасываются. Дальше в качестве можно выбрать либо 4К, либо Full HD. При этом частота кадров не настраивается. Она автоматически ставится в 30 кадров в секунду для NTSC и в 25 кадров в секунду для системы PAL. Вот, потом можно выбрать, надо ли замерять экспозицию на каждом кадре. Поставим здесь измерить ее только один раз. И дальше в настройке надо ли выключать экран и надо ли издавать звук на каждый сделанный кадр. Вот, все вроде настроили. Переходим в режим съемки. Нажимаем кнопку записи видео. И после этого кнопку спуска затвора для того, чтобы включить съемку в режиме таймлапс. А теперь небольшая особенность этого режима. Если мы будем снимать с длинной выдержкой, то есть поставим диафрагму, скажем, F16, выдержку побольше, 4 секунды, и в настройках интервала оставим 2 секунды. И, скажем, количество снимков поставим 100. Вот, теперь, естественно, камера не сможет делать один снимок каждые 2 секунды, потому что выдержка у нас больше. Но при этом камера количества снимков будет считать не по количеству снимков, а по количеству пройденного времени. И сейчас я покажу, что происходит в этом случае. Вот у нас выдержка стоит 4 секунды. В верхней части кадра у нас показывается количество оставшихся снимков 100. Включаем съемку. Так, первый кадр. Опа, осталось 197. 194. И так далее. То есть, если вы, например, поставили сделать 300 кадров и ожидаете на выходе получить 10 секунд таймлапса, то в результате вы получите не 10 секунд, а, скажем, 3 секунды таймлапса. И вот эту особенность надо учитывать при съемке таймлапсов с большими выдержками. Если нужно четко контролировать количество сделанных кадров, то имеет смысл поставить интервал съемки примерно как 2 выдержки. В этом случае камера будет успевать обрабатывать каждый кадр, и при этом она сможет поддерживать нужную частоту съемки. Вообще, настройки для съемки таймлапсов в режиме видео одинаковые на многих камерах. Например, я посмотрел Canon 200D. Меню там абсолютно такое же. Единственное, там нет возможности интервальной съемки, потому что это уж совсем любительская камера. В остальном, все так же, как и на Canon RP и на более дорогих камерах. Ну вот мы рассмотрели, как можно снимать красивые таймлапсы на камеры Canon. Надеюсь, вы просидите час с фотоаппаратом и снимете отличное видео, которое будет долгое время вас потом радовать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok